видео создано при поддержке мастерской удивительной игрушки amazing toys всегда в наличии на заказ связанные игрушки крючком контакты для заказа в описании к видео здравствуйте вы на проекте разговора главном меня зовут залесов олег я преподаватель тассинской музыкальной школы но хочу вам сегодня рассказать о другой своей работе я ездил в навигации где работаю музыкантом расскажи как ты начал работать на круизных теплоходах на круизных теплоходах начал работать по звонку мне позвонила будущее на тот момент вокалистка которая работал вот и предложила так как я очень давно хотел попасть на об этой работе я вообще узнал еще на втором курсе музыкального училища у нас один преподаватель ездит ездить до сих пор вот и давно хотел туда попасть и когда позвонил естественно я сразу согласился в чем заключается твоя работа ну на данный момент музыкантом и еще мы занимаемся фото видео снимаем вот видео круизе и фотографии течение круиза но когда я только начал работать на теплоходе мы работали только музыкантами то есть работа музыканта заключается в чем это музыкальное сопровождение круиза то есть начиная когда туристы выходят только с автобуса вот мы встречаем хлебом солью то есть наша вокалистка стоит вся красивая в сарафане нарядное с кокошником синие с караваем туристом объясняет что это старинные русские обычаи отломить хлеб посолить и съесть и в это время пока они значит едят каравай мы играем просто играем какие-то русские народные песни вот и потом мы даем три концерта у нас круиз длится 11 дней мы за это время даем три концерта пока мы на воде то есть мы пять дней на воде и вот по отходу у нас первый концерт потом через день 2 еще через день 3 но мне еще делится концерт народной музыки первое потом концерт инструментальной музыки в основном классической джаз бывает играем и гала-концерт там уже все подряд там и классика и народные и романсы там разные еще мы озвучиваем активити называемая например русский ужин то есть туристам говорят чтобы они на конкретно этот ужин надели какой-то элемент русской одежды или украшения они кокошники там в основном надевают и когда они заходят в ресторан то есть мы в это время тоже в рубахах все красивые нарядные играем вот пока не заходят есть еще капитанский ужин вот тоже мы играем принципе на входе а еще мы оказываем услуги фото и видео на теплоходе это вот три года уже так работаем вот то есть мы фотографируем туристов на борту фотографируем туристов на экскурсии вот потом делаем превьюшки на листе а4 4 фотографии под номерами они заказывают течение всего круиза и снимаем один фильм о круизе то есть тоже за 11 дней мы каждый них снимаем потом монтируем это все один фильм вот и продаем им сколько длится навигация навигация длится с середины мая примерно с 11 числа он меняется 11 13 по 28 сентября вот за это время у нас 12 круизов по какому маршруту курсирует теплоход маршрут всегда один и москва питер москва-санкт-петербург вот мы сначала идем с москвы в питер потом там туристов меняем идем обратно вот и пять городов у нас на воде то есть на воде мы пять дней каждый день мы заходим в разные города как разными всегда одни и те же вот если идти с москвы получается мы идем 1 нас углич город потом идет ярославль затем идут горит и горит и эта деревня и автобусами возят потом город кириллов там кирилло-белозерский монастырь вот туда водит туристов на экскурсии потом идут кижи то остров в ленинградском озере вот потом мандроги мандроги это в ленинградской области деревня стилизованная под старорусскую терема такие стоят вот там шашлыками их кормят и потом санкт-петербург москве и питере мы стоим по два с дня получается два дня стоим перепосадка еще два дня стоим и обратно и так все лето расскажи о бытовых условиях на теплоходе во время круиза бытовые условия значит ну живем мы в каюте вдвоем с моим напарником с аккордеонистом вот живем вдвоем в каютом нельзя готовить и вот это вот большая проблема потому что кушать хочется кормят там три раза в день завтрак обед и ужин полников никаких нет кормят принципе сносно вот но редко и готовить там нельзя там можно держать только чайник вот и соответственно питаемся дошираками первые две навигации я дошираками и сайлой в основном питался вот все время вот ну а так что там есть гладильная комната где можно погладиться есть стиральная машина и можно постирать как принципе нормально вам разрешается выходить на берег во время стоянки да конечно разрешается у нас есть бортовой журнал на выходе где мы записываем фамилию должность то есть и время когда вышел чтобы потом по отходу могли посмотреть все ли на борту и можно ли уже уходить так без проблем но последние пару лет у нас был случай горел теплоход соседний слава богу не наш вот и нужно было еще знать тревоги то есть существует три вида основных тревог вообще судовая шлюпочная человек за бортом вот и мы должны были знать как они звучат то есть мы на выходе говорили сначала тревоги то есть такой мини-экзамен вот и потом нас уже выпускали то есть у нас время на берегу это было наше свободное время могли выйти погулять это четыре часа примерно вот в каждом городе и просто я выходил шел прямо особенно когда местность не знал когда уже побывал на все экскурсиях посмотрел все что видят туристы не просто выходил шел прямо гулял по городу особо так направление не было главное что на обратном пути зайти в магазин купить что-нибудь поесть ночь человек допустим без знания английского языка может работать на круизном теплоходе смотря кем то есть работать конечно он может но если в команде там все равно вообще ну команда имеют у матроса мотористы там и так далее если проводником тоже без проблем официантов он тоже принципе может работать у нас были ребята но официантов все-таки стараются брать с языком вот гидом естественно не может гидом гидов набирает в линзических институтах вот они конкретно уже общаются с туристами я например когда шел работать на теплоход я не знал вообще никакого языка ну школьный курс который давно забытый вот кроме hello принципе мало что знал одну за семь лет уже по нахватался могу примерно так понимать на английском немецком и французском последний пару лет так что может ну смотряки расскажи об особенностях работы с иностранными пассажирами иностранные пассажиры скажем так очень отличаются от наших вот и между собой тоже то есть немцы они например более такие чопорные да вот англичане тоже с них особо не вытянешь вот последние только три года помню я работаю с французами французы они как большие дети они во первых очень общительные очень живые вот они подходят и начинают что рассказывать ты говоришь я тебе не понимаю кто не останавливает и таки да да я понял что меня не понял и дальше продолжаете что-то рассказывать и они такие все немного паникюра у нас было что мы продавали фотографии и 1 туристка она хотела оплатить карты blue кредитной карты так называют не знаю почему голубая карта карта blue и вот она говорит мне я хочу оплатить алю нет такой возможности вот он к жопу 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 да полная жопа по-французски это я не знаю то есть полностью фраза жену сыпа я не знаю этого вот но не сокращают как в разговоре жопа жопа ты много таких приколов принципе бывает сколько ты официально зарабатываешь за навигацию официально на зарплата как музыканта почти 25 тысяч в месяц то есть мы также получаем аванс зарплату ну все в принципе фото видео оплачивать там процесс продаж там уже сколько получится есть возможность во время работы заработает сверх контракта ну да возможность есть но говорю что первые года я работал только музыкантом но там сверх что чаевые то есть чаевые в туризме они всегда есть вот сейчас чаевые собирается в общую коробку они в конце круиза все туда кидают и потом делятся на всю команду на 100 человек вот мы потом вот нам начальник наш предложил работать фото видео мы поначалу вообще не знали как все это будет вот но он сказал одну такую хорошую фразу что ребята вы это неправильно вы работать начните а там уже разберетесь а уже все получится начали так по ходу научились ну то считай сверх официала на еще на концертах мы продаем диски то есть мы сами записали диск делаем обложки печатаем там и продаем диски туристам на них основу как сувениры беру расскажи нам о своей первой навигации первая навигация но это было весело во первых я уже говорил что я давно хотел вот побывать и я до первой навигации в принципе за предел области то особо не выезжал вот всегда мечтал побывать в питере вот это было классно я ходил щенячьим восторгом везде смотрел на все эти экскурсии ходил с туристами на все экскурсии хотя не понимал им же иностранном языке рассказывает ну было классно кто главный на теплоходе капитан капитан особенно в ходу всегда главный капитан вот ну на теплоходе там же получается есть несколько служб которые работают есть есть команда вот ну то есть это матрос это моторист это электрики они подчиняются непосредственно капитана то есть капитан всегда главный есть сервис то есть это официанты это проводницы это мы вот музыканты вот а видео и у нас конечно каждый есть у каждого из нас есть начальник но в ходу во первых всегда капитан капитан если что-то сказал по-любому так и будет там несмотря ни на что а так там же есть еще круиз директор вот он заведует заведует все что не не на борту то есть он организовывает экскурсии он организовывает время туристам скажет так есть отель-менеджер заведует рассадкой туристов пока ю там он официантами проводницами то есть это все его очень ну ну в ходу что главный капитан были у вас нештатные ситуации во время навигации да в том году была ситуация когда мы сели на мель то есть мы собрали всех туристов это было в горинцах и мы причалили не к тому причалу скажем с которым обычно причаливали то есть он был занят мы причалили рядом на маленьком и потом когда начали отходить сели на мель вот сели и все это на самом деле было но поначалу паники конечно не было мы думали что выделим сначала сами потом на соседей теплоход туристический подтянул пытался вытянуть вот пытался пытался естественно он не вытянул туристы уже начали потихоньку паниковать мы сидели сколько но мы больше 12 часов наверно сидели на мели на привезли два танкера подцепили нас тянули в течение только то очень 12 часов по ум на стянули непрерывно два танкера вот турист уже бегали орали титаник титаник вот смеялись на утро мы всю ночь получается просидели то есть на утро их на шлюпках туристов кто хотел вот уже высадили на берег организовали им автобусы повезли по берегу в ярославль не все правда уехали и все-таки вытянули нас вот концу наверно следующего дня эти два танкера мы уже собирались домой ехать то есть говорили что все нас уже не вытянут можете паковать чемоданы ехать домой все были в шоке ну благо обошлось нас все-таки вытянули теплоход не погнали на причал то есть мы также продолжили путь вот все вздохнули с облегчения на соседнем теплоходе было что горел горел теплоход мы стояли в питере тоже блага это не в ходу было стояли в питере и загорелся то есть там один матрос решил кальян в туалете покурить причем он закрыл каюту закрылся в туалете курил кальян пьяный и уснул уснул и все загорелась первая палуба и там тоже тушили ну у нас слава богу не было вот из-за этого кстати ужесточили что-то выход на берег мы в итоге тревоги учили все любовь во время круиза такое бывает да особенно между матросами проводницами такое каждый вечер бывает не на любого игры забывает у нас просто работают матросы там в основном либо практиканта либо которые только закончили практику остается работать на заходе проводниц то же самое но бывает вот мой напарник аккордеонист и моя вокалистка вот они года два назад вам поженились они вообще работали 11 лет вместе но доработали потому что на теплоходе получается ты пять месяцев живешь с одними и теми же людьми постоянно то есть ты их постоянно видишь вы в принципе ну изолированы как бы от дома до оторванного первых все то есть все откуда-то кто с нижнего там кто с ростова пятигорска и живешь и общаешься постоянно с одними и теми же людьми то есть ну рано или поздно на что-то происходит не но есть вот там люди уже женатые допустим туда молодежь их не остановишь кто тебя ждет дома пока ты в круизе девушка моя вот мы сошлись третий год живем вот получается нас двух навигация меня уже дождалась сейчас она раньше никто в принципе не ждал мама мама всегда ждет как устроиться работать на круизный теплоход и какие советы ты можешь дать нашим зрителям но опять же устроиться смотря кем вы хотите устроиться то есть если это гидом то от фирмы еду прямо в институт и вот там дают объявления там даже проходят курсы гидов то есть смотрят на вас вы смотрите на них подходит вам или нет и набирает оттуда персонал вот если там допустим официантом там проводницам то просто нужно прийти фирму написать там есть заявление то есть вы пишите заявление вы пишите о себе откуда кто где и не таким образом набирается персонал музыканты набираются но вот непосредственно нашим начальником то есть он заведует музыкантами фотографами вот он также можете тоже самое прийти написать заявление то есть если музыкантам нужно еще снять видео там что вы играете вот прийти также команда набирается в основу с морских училищ морские личные училища вот туда приходят но в основном команда набирается и студентов то есть кто-то приходит туда на практику потом остаются договариваются остается работать вот ну если как бы хотите работать на теплоходе нужно зайти в фирму вот нас монстр флот фирма есть ростовская ортодокс вот прийти написать заявление то есть чтобы на вас посмотрели только не ждите что может быть не сразу у вас возьмут ну тоже персонал постоянно меняется принципе вполне это реально а хотел бы ты работать на океанском круизном лайнере такой вопрос с одной стороны конечно я бы хотел потому что я вот всем навигации получается отработал всем навигации по одному и тому же маршруту там я уже все что мог повидать повидал вот и на океанском естественно хотел бы потому что это очень грунт это очень интересно во-первых сам теплоход он сказать очень большой ничего не сказать то есть здоровенный там даже просто по самому теплоходу погулять уже интересно будет вот но с другой стороны работать на океанских теплоходах то есть это и гораздо дольше по времени то есть если мы работаем пять месяцев то там это год полтора можно ходить пока ты приедешь домой сейчас допустим не ждет моя девушка я бы не хотел так надолго уезжать из дома но разу бы наверное все-таки съездил опять же что поглядеть на все эти места которые там ходят но туда попасть очень сложно вот во первых нужно знать хорошо язык в основном английским там смотрят теплоходах то с кем работает потому что есть теплоходы которые ориентированы на одну нацию ну вот и такая постоянно практика есть допустим фирма план тур это немецкая фирма они набирают немцев и они прям фрактуют теплоход допустим на всю навигацию вот и получается теплоход работает только с немцами и соответственно персоналу нужно знать немецкий язык вот все вы всему персоналу который имеет непосредственно общение с туристами то есть опять же там матросам знать ничего не обязательно ну на океанские да то есть там и бармены должны знать и официанты должны знать язык музыканты то есть все все кто работает не имеет непосредственный контакт с туристом должны знать язык ну есть теплохода которые работают с разными нациями то есть там если не хватает людей чтобы набрать полностью на всю навигацию вот забить большой теплоход то есть начинает уже компоновать из разных там есть начали немцы французы то скорее всего да там требует чтобы вы знали все эти языки чтобы все знали все эти языки ну и там класс теплохода сам повыше довольно сложно попасть соответственно там и деньги другие платят и профессионализм должен быть на уровне у каждого спасибо что досмотрели до конца подписывайтесь на канал ставьте лайки будьте с нами пока